И вот я думаю, сниму я видео, что делать, когда делать нечего. Я его прямо сюда налью, заодно печку помоем и заодно и вытяжку помоем. В общем, девочки, мы легких путей не ищем, усложнила я себе немножечко жизнь, задачу. Так, ну что, девочки, еще один рывок, пока еще силы у меня не закончились. Я решила их постирать на зиму врать. Мне интересно, это пятнышко отстирается или нет. Ой, да когда ж я уже остановлюсь. В общем, девочки, заглянула в чайник у меня, смотрю, накипь начала появляться. Вышла забрать свой заказик, пойду в Фаберлик. Посмотрела я сейчас две серии этого фильма, сериала. Всем доброе утро, девочки мои. Я сегодня проснулась, выспалась, собрала волосики, потому что я зубки почистила, но еще не умывалась. Я хочу умыться вместе с вами. Вообще, мне сегодня утром скучно, потому что моя любимая соседка уехала в деревню на несколько дней, а мы с ней всегда по утрам пьем вместе кофе. Вот, я проснулась, как-то чего-то не хватает. Попила кофе я сама. Хочу я сделать гель-скраб-маска, вот это вот. Ну, я не каждый день, но через день точно я чем-нибудь, чем-нибудь лицо чищу, там не чищу маску, не маску, что-нибудь делаю. У меня, кстати, вот это средство уже заканчивается, но оно мне очень нравится. Я его вот так вот сейчас нанесу, потому что здесь вот три в одном. Получается, что вот наносишь, тут и скрабик есть, потом я какое-то время подержу, ну, как масочку обычно минут 15, и потом смываю. Личко беленькое становится, такое чистенькое, мягенькое, ухоженное. Класс. И вот это средство периодически я наношу, оно мне нравится. Когда заканчивается, я его заказываю опять. У меня и другие есть, мне еще нравится скатка, тоже скатку часто делаю. Во, какое. Да, уже заканчивается, надо заказать. Кстати, сегодня заказик фаберлик у меня должен прийти. Надо будет еще сбегать его забрать. А что я сегодня делать собираюсь? Я вот так подумала, у меня сегодня свободный день, что делать? Делать нечего. И вот я думаю, сниму и видео, что делать, когда делать нечего. Да, я думаю, что надо, наверное, дела насущные поделать, которые обычно всегда откладываются. Знаете, там то-то, то-то, то-то. Все время некогда уборочку сделать, там что-то посмотреть, где-то что-то помыть, почистить. В общем, у меня первая половина дня, в основном, что-то я буду поделывать по дому. Мясо поставила размораживаться, надо приготовить себе сегодня что-то, поесть мясное. А то у меня только салатик еще есть. Я же винегрет делала недавно, еще остался немножко, надо доесть его. О, какая красота! Вот так наношу и потихонечку чуть-чуть поскрабирую, потом еще оставлю на какое-то время, там минут на 15. Начинает подсыхать тогда я умываю. Вот. Кстати говоря, вчера чем я занята была. Я вчера запаковывала прям хорошо, так запаковала ей подарочки, чтобы они нормально дошли до адресата. Конечно, адреса девочки мне молодцы, оперативненько сбросили все. И вчера уже мы отправили посылочки. Девочкам я отправила трек-номера. Кстати говоря, если кто не знает, что такое трек-номера, это номер, по которому можно отслеживать посылку. В поисковике можно забить, отследить посылку по трек-номеру, и там уже выскочит такой сайтик, где можно вбить этот номер, нажать поисковик, и полностью все отслеживание идет, куда посылка пошла, где она там на сортировке, в каком городе, куда прибыла, откуда была, вот, вплоть до вашего почтового отделения. И когда на почтовое отделение приходит, тогда уже можно идти, получать, не ждать уведомления. У меня, например, к посылкам привязан всегда телефон, и мне все время смс-ка приходит. Ну, не все время, но когда уже поступает посылка в почтовое отделение, у меня приходит смс, что посылка ваша уже в почтовом отделении. Я даже уведомления этого не жду. Потом, когда я прихожу на почту, я номер, трек-номер вот этот называю, посылку быстро находят. Потом мне скидывают код на телефон на мой. Я называю этот код, мне выдают посылку без всякого паспорта. И таким образом посылку может получить даже ваш там родственник, соседка. Только единственное, что просто надо будет на телефон, на мой, допустим, телефон приходит код, и я, допустим, звоню, если дочка получает, называю ей код, она код там называет, и ей выдают мою посылочку. Это очень быстро и очень удобно. Мне это нравится. Как я вам нравлюсь в таком виде? Я, кстати, одела сегодня такую веселенькую туничку. Я, кстати, вот думаю, что когда вам что-то скучно, грустно, надо, наверное, веселенькую одеть, какую-нибудь там футболочку или что-то. И немножко так вот будет веселее. Я думаю, вам тоже будет веселее от моей такой вот тунички. Так, ну что, подержу я немножко, да. Что я еще хотела вам сказать, девочки? Мне вот просто интересно, почему-то, когда в названии видео я пишу, там даже в конце просто слово Фаберлик, почему-то просмотров сразу становится меньше. А я не могу понять, от этого что у меня, влог какой-то другой становится. Вот мне интересно, напишите в комментариях. Я снимаю влог, я снимаю все, что я делаю, там уборка в магазин, туда-сюда, и чуть-чуть, там несколько минуточек показываю свой заказик Фаберлик. И название пишу Фаберлик. Почему-то от этого просмотров становится меньше. Ну, я так думаю, что кто мои влоги любит, мои болталочки вот эти вот, те, наверное, все равно просмотрят, да. Ну, напишите в комментариях, если кто-то вот из-за этого не смотрит, мне интересно узнать, а почему. Так, ладно, все, размазывать больше не буду. В общем, короче, мне нравится, как я выгляжу. Сейчас я это умою, если лицо уже в порядок приведу, и начну что-то делать, будем что-то делать по дому. Так, ну, пока я масочку держу на лице, хочу выглянуть в окно и посмотреть, что у нас там. А у нас там туман, но дождя нету. Это хорошо. Сухо. Температура сколько, 9-10 градусов плюс, и ветра нету. Ну, классно. Ну, хорошо, если ветра не будет сегодня, и так тепло, без осадков. Я не знаю, где-то снега идут, большие снега, да. А у нас дожди вот тут были. Ну, лучше, мне кажется, дожди, чем большие снега. Нет, немножко снега бы не помешало. Ну, все впереди. Все, смыла я. Вот сейчас реноваж у меня, я обычно этим пользуюсь кремом. Это возрастной крем 55+. Мне он очень нравится. Я им пользуюсь. Иногда другими кремами, но в основном вот этим. И сейчас быстренько нанесем. И будет нам счастье. Мама Чоли сама себя развлекает. Ну, и не только себя, и вас стараюсь развлечь. Так, прям теперь хорошо лицом. Прям хорошо. Так, у меня еще есть вот такой крем для век. И им тоже чуть-чуть вокруг глаз, там под глазами. Немножко я его наношу. Вот так вот. Раз, раз. Оп, оп. Все. Осталось волосы порядок привести. А то у меня с утра что-то сегодня торчат разные стороны. Немножко уложить. Губки немножко подрисовать. И буду я красивая, красивая сегодня. Самое главное, вот мне кажется, ну, утро начать с себя. Когда уже себя в порядок приведешь, когда себе настроение уже поднимешь, тогда уже и дела спорятся, уже все хорошо. Мне кажется, мне кажется, с себя надо начинать. С себя, любимой. Остальное подождет. Остальное можно сделать позже. Так, вот так вот. Вот так вот. Все. Сейчас волосики в порядок приведу, а то у меня что-то тут на голове непонятное что. И вернусь. Ну вот, я уложилась. Да, собственно говоря, там все нормально было. Только немножко вот тут вот выровняла, а то что-то в разные стороны. Все, теперь я с собой довольна. Губки чуть-чуть подрисовала. Теперь уже женщина нормальная такая. Ничего. Так, ну что, начнем убираться, да? Хочу вот эту плитку помыть, пропылесосить. Ну, еще там кое-что надо поделать. В общем, начнем. С утра пока бодрячок еще, пока кофе еще действует, надо делать дела. Ну что, приступим. Надеваю я перчаточки. Вот это средство у меня тоже от Фаберли, девочки. Для духовок и плит. Такой гель. Я его прямо сюда налью. Заодно печку помоем. И заодно и вытяжку помоем. В общем, короче говоря, смачиваю я. И наношу пока. Просто нанесу, там минут на 10-15. Дам постоять, а потом это все легко уже смывается. Сняла календарик, у меня тут висит. Я уже новый календарик заодно повешу. Так, ну все, так вот наносим, чуть-чуть подождем. Заодно еще и вытяжку помою. Вот это вот тут тоже накопилось. Чуть-чуть копоти у меня. Все. Ждем. Достала сетку я с вытяжки. Она, видите, какая. Тоже ее этим же средством тоже сейчас нанесу. Оно немножко полежит. И водичкой, щеточкой смывается. Все очень легко. Без разных усилий. Все, все тут постояло. Теперь потрем губкой жесткой стороной. И все, все хорошо уже отошло. Все хорошо отходит. Прекрасно. У меня уже чистая плиточка, девочки. Вытяжку я пока сейчас уже помыла. Сетку я имею ввиду. Все. Щелочки тут все. И можно теперь влажный. Опа. Влажной тряпочкой все это насухо вытереть. И потом сухой еще полотенчиком. Чтобы блестело. Чтобы вообще как зеркало было. И все. И все готово. Классно. И вытяжку. Чистенькая. Классно теперь. Ой, люблю, когда все чистенько. Прямо обожаю. Кстати говоря, сетку на вытяжке. Я знаю, некоторые люди вообще почти никогда не моют. А вы мыете. Но я лично очень часто пользуюсь вытяжкой. Поэтому сетку тоже довольно часто мою. Так. Ну что еще раз пройдем. Влажной тряпкой. И сразу надо сухим полотенчиком пройтись. Чтобы натереть. Чтобы это был блеск. Как знаете. Когда зеркало чистое. Вот. И чтобы у нас тут было так же чисто. Опа. Красота. Кстати, не забывайте выключить вытяжку перед тем, как ее мыть. Так. Чтобы не ударило током или еще что-нибудь. В целях безопасности. Ой, какая красота. Ляпота. Девочки, к Новому году. Мне хочется, чтобы мой дом был чистый, красивый. И чтобы все блестело у меня. Все. Я умница. Кто ж тебя похвалит, как ты не сама себя, да? Так. Все. Саму себя похвалить тоже хорошо. Это полезно. Все. Я думаю, что все у меня тут блестит. Теперь я включу вытяжку. Посмотрим. Включим свет. Так. Лампочки горят. Натрион. Все блестели. Во. Красиво все. И теперь я сейчас прям посмотрю. Все ли блестит. Ой, отлично. Просто зеркальный блеск. Все. Теперь я довольна. Так. Сетку я помыла. Сейчас я ее поставлю на место. Все. Сеточку помыла. Высушила я ее феном. Прям быстро. Вот так вот. Раз-раз. Вода стекает. И она высохла. И можно ее повесить сразу же на место. Все. Готово. Так. Теперь я решила поменять календарик. У меня тут новый календарик. Такой вот. Тоже от Фаберли. Где он тут? Тут декабрь, по-моему, должен быть месяц. Посмотрим сейчас. Новенький вот такой красивенький. 22-й год. Так. Ну-ка, ну-ка. Декабрь. Декабрь есть. Прекрасный. Значит, я его вешаю. На голубом фоне. Такой красивый. Вот. Классненький, да? Голубенький симпатичный. Лучше смотрится. Так. Ну все. Надо еще чуть-чуть кофе хлебануть. И дальше продолжать. Вот такой вот красивый календарик у меня. Мне нравится голубой цвет вот этот вот. И, в общем-то, везде у меня все блестит. Прям видно. Не знаю, видно, не видно. В общем, классно. Фух, девочки, стоит уборку только начать. И пошло, и поехало, и понеслось. Мойку помыла, туалет вымыла. Все блестит. Сейчас села немножко хлебануть кофе. Чуть-чуть надо еще энергии добавить. И надо пропылесосить. И пыль везде повытирать. И тогда у меня будет все вот так вот зашибись. Фух, небольшой перерывчик. Да, я еще не завтракала. Ну, на завтраке поем кашку овсяную. Но я сначала пропылесосю, потому что я заметила, когда уже покушаешь, потом что-то как-то вялость какая-то наступает. Пока вот такая энергия пошла, надо прям делать, делать и делать. Вот. И что еще? Мне еще надо сегодня приготовить что-то мясное. Ну, я поставила на ночь размораживаться индейку, бедро индейки. Хочу что-то приготовить мясное. Салат у меня есть. Наверное, я, может быть, потушу индейку и, может быть, сварю гречку. Сейчас подумаю еще, посмотрим. Так, ладно, сейчас чуть-чуть передохну и прям побежим дальше делать, делать, делать. Прям быстро, в темпе. Вот так вот. Раз, 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 раз. В общем, девочки, мы легких путей не ищем. Усложнила я себе немножечко жизнь, задачу. Да просто у меня засосала немножко в пылесос, не немножко, эту салфеточку лежала под занавеской, я не заметила. Носочки, салфеточки надо бы вынимать. И вот сюда она у меня затянула, вот этот фильтр. В общем, пришлось весь пылесос помыть и все фильтры помыть, потому что ее здесь намотала на этот самый первый фильтр. И, в общем, мусор в основном у меня тут остался. Так, ну ничего, самое главное, что у меня все фильтры моющиеся, их можно помыть. Вообще, пылесос уже 7 лет, в 2014 году я его купила. Помыла я контейнер. Так, контейнер тоже можно поставить на место. Он уже высох, я его вытерла насухо. Так, все тут провязинено. Так, в общем, этот отсек у меня чистый. Я его закрываю. А вот тут у меня моторный фильтр. Вот этот фильтр, губка была вообще забита. Тоже думала, что он так хуже стал тянуть. Мало того, что тряпка попала, еще и фильтр забитый. Вот этот микросан, вообще никогда не меняла еще ни разу фильтры. Моется уже плохо, но пылесосить еще можно. Надо, чтобы это все как следует высохло. И потом уже поставим сюда. Это предмоторный фильтр. Но я смотрю, что мотор у меня тут чистенький, нигде тут ничего нету. И это хорошо. А дальше у меня стоит хепа-фильтр. Вот этот хепа-фильтр, он у меня моющийся. Я его мыла уже несколько раз. Аккуратненько. Но, в принципе, он не забит ничего. Вот это то, что потемнело, это нормально. Это от угольных щеток. Я смотрю, что вот эта шумоизоляция, она чистая. И там внутри тоже все чисто. Самое главное, чтобы мотор был у нас в чистом состоянии, чтобы он не забивался. И тогда будет все хорошо. Вообще, фильтры эти можно не менять. Но я думаю, что микросан, вот этот, наверное, моторный фильтр, самый главный. Надо посмотреть в интернете. Лучше его, конечно, заменить. Хотя он будет нормально еще и так работать. Так, ну тут я защелкнула, все, закрыла. Но я смотрю, все еще нормально этот фильтр, в принципе. Он, в общем, задерживает только мелко дисперсную пыль такую, которая, в общем, чистый воздух, чтобы был. Хотя в некоторых пылесосах и этого фильтра даже вообще нету в помине. Так, ну вот этот надо еще, чтобы он высох, и потом его поставить на место. А вообще, фильтры лучше бы купить. Ну вот и все. Уборочку я закончила. Мне стало очень жарко, совсем жарко. Открою окно, проветрим. А на улице туман усилился вообще. Соседние здания даже еле видно. Вообще, пора уже и позавтракать. Вот эта овсяночка у меня, я ее брала в фикс прайсе. Она мне очень нравится. Я уже не один раз ее беру. Вот так на глаз наливаем. И все, 3 минуты и готово. Очень вкусная. Сейчас надо уже позавтракать. Я чуть проголодалась. Вот, а после уборочки я хочу включить вот это арома. Пошел запах. Энерджи сейчас включу. Я туда 2 капельки добавила. И буду сейчас наслаждаться очень приятным запахом. Мне еще нравится, что он меняет цвета. Такой вот светильничек получается классный. О, запах прям пошел сюда. Классно. Разные цвета такие хорошенькие. Вечером вообще красиво смотрится. Все, кашка моя уже настоялась. Я всегда добавляю в кашку Аква Д3. Всегда. Ну, капли 3, 4, 5. 3, 4, 5. Нормально. Будем кушать. Так, ну что, девочки. Еще один рывок. Пока еще силы у меня не закончились. Хотя я уже немного подустала. Спина больше всего устает спина. В общем, короче говоря, я уже поставила воду на гречку. Гречку на плите буду готовить. А индейку в мультиварке. Индейка дольше будет. Но она при том, что будет тушиться. Режим тушения поставлю. И все. Так, ну, довольно крупно так вот режу я лучок. Масло я уже туда налила. Так, режим надо же поставить. Где у нас? Вот он, режим. Жарко. Нормально все. Поехали. Включила. Так. Вот такая вот у меня бедро индейки. Ну, тут небольшая косточка есть внутри. Я ее сейчас обрежу со всех сторон. Но косточку тоже в кастрюлю закину. Пусть она потушится. Я ее потом обгрызу и все. Добро, чтобы не пропадало. Так. В общем, все. Что тут? Больше косточек нет? Тут еще небольшая косточка есть. Но ее тоже обрежем. Ну, и все. Такие кусочки сделаю. Не очень мелкие. Вот такие вот. Раз. Раз. И все. Сейчас лучок у меня обжарится. Чуть-чуть, немножко. Потом я закину туда индейку. И поставлю режим тушения на час. Пускай час тушится. Индейка вообще тушится. Ну, птичка, она же быстро. А вот если бы я поставила туда, например, говядину тушить. Говядину точно часа на два. Чтобы она была прям совсем мягкая. И чтобы она прям таяла во рту. Вот. Хотела я сказать, что говядина тушится она подольше. Чтобы она была такая прям совсем. Прям вот таяла во рту. Ее нужно тушить два часа. Говядину это два часа. Свинину, в принципе, час может быть достаточно. Даже смотря какая свинина. Может быть полтора часа. Ну, час обычно мне всегда хватает. Так. Ну, все. Сейчас лучок помешаю. Добавлю туда. Сразу, уже не сразу. Так. Моя ложка. Ложка. Так. Жаривается. Мультиварка, конечно, это класс. Я вот, например, сейчас хочу поставить это. И вот немножко привлечь отдыхать. Ну, чтобы не стоять, чтобы не наблюдать за этим. Мультиварка. Во-первых, там ничего не убежит. Ничего не подгорит. И самое главное, что там практически не испаряется влага. Да. То есть, чтобы тушить, мне надо добавить, например, туда немножко полстакана воды я добавлю. Она не испарится, эта вода. Она там вся внутри. Будет как париться и все. Так. Ну, что. Лучок немножко обжарился. Не, еще чуть-чуть надо. Еще чуть-чуть, чтобы он прям такой прозрачненький стал. Так, молочок у меня уже минуты три покипелся, пожарился. Я туда отправлю сейчас вот это мясо. Чуть-чуть обжарю мясо, минут 10, чтобы мясо закрылось. И тогда добавлю чуть-чуть воды, закрываю крышку, поставлю режим тушения. Так, все. Сюда добавляю водички немножко, чуть-чуть. Хватит. Солить пока не буду. Режим тушения на час поставила. Закрываем крышкой. Так, гречка у меня закипела. Ставлю на единичку. Вот. И на медленном огне пускай она тут тоже потихоньку варится. Пока у меня там готовится, решила постирать кроссовки. У меня тут вот пятнышко, видите, грязь капнула. Да и решила их постирать на зиму, брат. Мне интересно, это пятнышко отстирается или нет. Вот, кидаю туда, закрываю. Так, и сюда я хочу добавить, добавить, буду стирать вот этот гель для стирки. Сюда я его наливаю. Вот, как раз закончился. Я, кажется, новый заказала уже. Так, и сюда же я добавлю вот этот пятновыводитель для белых цветных тканей. Вот так. Надеюсь, должно отстираться, в общем, всё. Так, какой режим поставить, я не знаю. 30 градусов поставлю. 900 отжим. Ну, пускай будет. Ну, и время надо поменьше поставить. Не знаю, 50 минут хватит, да? Вот так вот. Всё, поехали. Так, осталось 34 минуты, половина времени прошло. Я решила добавить туда приправу для курицы, букет перцев. Это адыгейская соль, чуть-чуть досолить. Томатную пасту. Я, кстати, храню её в морозилке, вот с такой крышкой накрываю. Такую крышку кто-то спрашивал, я брала в фикс прайсе. Вот, и вот томатика чуть-чуть я развела с водичкой. И лаврушечку тоже один листик добавлю. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут делается. Так, всё там хорошо. Всё замечательно. Так, ну, всё, сейчас добавлю вот это всё и закрою дальше. Будет у вас. Ой, да когда же я уже остановлюсь. В общем, девочки, заглянула в чайник у меня, смотрю, накипь начала появляться. А это значит, что... Что я делаю? Вообще, никогда вам не показывала. Я сначала воду отфильтровываю с крана, а потом отсюда воду наливаю в чайник и кипячу. И только после этого я её пью. Вот такой вот фильтр я купила. Жёсткость. У нас очень жёсткая вода в Ростове. Ну, вот уменьшает накипь. В общем, сейчас мне нужно помыть фильтр, поменять картридж. Потом нужно лимонкой почистить чайник. И потом уже только воду употреблять. Ну, сейчас этим и займусь. Девочки, прошу прощения, у меня работает стиральная машина. В общем, в чайник я налила немножко воды. Сейчас туда сыпану немножко. Ну, чайную ложечку можно так, достаточно. Лимонки. И поставлю, чтобы она закипела. Так, пока это у меня делается, раскроем сейчас этот фильтр. А, подождите. Прежде чем его раскрыть, вот он такой запакован весь чистенький. Так, я, значит, выброшу вот этот фильтр сейчас. Вот. Мы его достанем. Сейчас весь фильтр вот этот помою. И тогда поставим новый фильтр. Так, фильтр я весь помыла. Все, он весь чистенький. Теперь берем кассету. Ее надо встряхнуть немножечко. Вот. Теперь мы ее открываем. И вставляем сюда. Тут есть резьба. Так, главное ровно вставить. Ну-ка. Все ровненько. Замечательно. Теперь можно налить воду. Первую воду, когда она отследится, нужно слить. А потом уже вторая вода уже будет нормальная. Вот. Водичку пока там наливаю в фильтр. Вот можно сразу уже увидеть, что чайник уже сразу весь чистый стал. Вот так вот еще немножко и поделаю. Сейчас еще две минутки. И чайник можно будет помыть тоже. Все, девочки. Первую воду я с фильтра слила. Сейчас у меня вторая вода процеживается. И я ее залью в чайник. Чайник уже чистенький. Я его помыла. Все. Видите, какой блестящий. Я специально покупаю вот такой вот чайник прозрачный, стеклянный. Чтобы мне было видно, какую воду я пью. Если там хоть чуть-чуть что-то уже там плавает немножко, осадок, мне уже эта вода не нравится. Вот. И потом я ее кипячу. Вот она у меня остывает. Я ее сливаю вот сюда в графинчик. И здесь в графинчике у меня всегда стоит вода питьевая. И почему вы спросите меня, я это делаю, всю эту манипуляцию? Для чего это вот все нужно? Во-первых, я это делаю не часто. Где-то раз в два, в три месяца. Ну, где-то на три месяца мне фильтра хватает. Потому что я одна, в общем-то, поэтому воды пью меньше. Но вода уже, когда она вот отфильтрованная там все, ну, кипячу на всякий случай. Потому что вода уже не очень хорошего качества у нас в кране, да. Вот. И вода становится, она такая становится мягкая, прям чистая. Я пью ее, как будто она бутилированная. Я вам хочу сказать, это гораздо выгоднее, чем покупать в бутылках воду. Но если брать по деньгам, то вот это вот гораздо выгоднее. Вот. Ну, и не надо, не привязанная к воде, чтобы мне воду привозили или таскать ее самой с магазина. Тут только вот купить фильтр иногда. Раз там в три месяца, раз в два месяца. И все. И прекрасная чистенькая у меня водичка. Все. Сейчас она отфильтруется, налью в чайник, скипячу. И буду пить чай, кофе. Все. Поставила водичку кипятиться. Мне, кстати говоря, еще нравится, что здесь есть подсветочка такая симпатичная. Когда бурлит вода, кипит, так красиво все это играет. Вообще здорово. Все. Кроссовочки постирались. Ну, в общем, практически пятнышко это отстиралось. Можно, наверное, может быть, надо было ванишем чуть-чуть вначале сделать. Не знаю, можно и сейчас, в принципе, сделать ваниш. Налить. Чтобы совсем его было не видно. Ну, а так все нормально. Все. Пускай теперь сохнут. Уберу их на зиму. Все, девочки, сажусь обедать. Вот такой вкусный у меня обед. Прям просто вкуснятина. А еще я включила фильм. Какой-то новый для меня фильм. И этот сериал, я смотрю, вроде бы интересный. А сериал называется «Тайны Хейвена». Первая серия. Мистический триллер. Фантастика. Детектив. Вот. Но мне кажется, он интересный. Он уже с самого начала меня заинтересовал. Буду смотреть. Ну, вот я и вышла, девочки, пройтись. Опять собаки гавкают. Шапку натянула. Как вам нравится. Я почитала в комментариях. Вам нравится. Ну, значит, буду так носить. Вышла забрать свой заказик. Пойду в Фаберлик. Посмотрела я сейчас две серии этого фильма, сериала. Это сериал, оказывается, по мотивам романа Стивена Кинга. Вот. В общем, там есть и триллер, мистика, и детектив, и расследование. Очень интересный такой сериальчик. Он меня захватил. В общем, я сейчас оторвалась для того, чтобы пойти быстренько забрать свой заказик. Вот. Туман сегодня целый день, но он сейчас рассеялся вроде. Или он осел. Я смотрю, асфальт стал влажным. Фух. Так, что-то я быстро рванула. Надо идти помедленнее. Немножечко подышать воздухом. Вот такая вот серость кругом. И небо серое у нас. В общем, время только 3 часа дня. Может быть, начало только 4-го. Но такое впечатление, как будто темнеет. В общем, такой целый день. Да скоро уже и будет темнеть. Вообще, если бы у нас немножко выпало снега, то было бы, наверное, лучше. Было бы тогда бело вокруг. И уже не было бы так серого, как сейчас. Не было бы так пасмурно. Ну вот я и пришла, девочки, домой. Хочу вам побыстренько показать фаберлик. И продолжу я просмотр этого сериячика. В общем, самое главное, что я больше всего ждала, это вот этот вот коврик. Я его хочу постелить в туалет, под ножки. Потому что на кафеле неудобно ногам, да? А вообще, у меня там полотенчика лежало. Но я решила вот полотенчика сменить на такой коврик. При том, что этот коврик можно стирать. Вот такой вот коврик замечательный. И он с этой стороны такой, как пушистенький, такой, как, не знаю, замша, что ли, похоже, да? Такой материальчик. Он такой мягкий, как внутри поролончик. А здесь какое-то моющее покрытие такое. Но вообще его можно стирать в стиральной машинке. Вот. Сейчас пойду постелю, и будет мне счастье. Вот такое вот гладкое покрытие, девочки, вообще. Пушистик, да? И вот тут что-то, как прорезиненное, что ли, покрытие. А внутри, как поролончик, очень мягкий такой. Наступаешь на него классный. Ну, по цвету мне он подходит. Вообще, еще там есть бежевый и коричневый цвет. Еще я взяла свою любимую линейку Ботаника. Краска для волос. 10.0 взяла две штуки. Шампунь для окрашенных волос. Бальзам такой же точно. И гель для душа. Вот этот вот такой. Нежность, шелковистость. Там разные есть. Но я выбрала такой. Еще я взяла вот этот вот двухфазный для волос. Как здесь масло. Масло, да? Спрей двухфазный. Ну, здесь как масло. И после мытья головы на мокрые волосы вот это наношу. Легко расчесывается. Волосы становятся блестящие. В общем, мне нравится. Я им давно уже пользуюсь. Взяла пенку для лица, для умывания. Вот эта вот линейка 55+. Реноваж. Мне очень нравится. У меня все крема есть. И вот эта пенка, она у меня закончилась. Я взяла ее. Еще у меня закончился крем для ног. Вот эта вот любимая овечка. Мне нравится. И вот это вот снимает усталость. Снятие усталости. И здесь как идет охлаждение. Немножко снятие усталости. Вот то, что нужно мне как раз. Появился новый бальзам для губ. Этот с витаминками. Тут разные витамины есть. И в общем, мне интересно его попробовать. Я бальзамом для губ пользуюсь дома постоянно. Ультракондиционер для белья 2 в 1. Ароматерапия. Вот этот вот идет с запахом. Приятным. Орхидея. И я им уже пользовалась. Тоже очень классно. Мне нравится. Также я люблю пользоваться мыло для кухни. Оно бывает разное. И разными запахами бывает. Но вот на этот раз я решила взять вот такое. Вот 5 в 1. Очень классно. Отбивает все запахи от рыбы. От всего что угодно. Вот такое вот еще мыло для рук. Я взяла питательное. Как раз с ручки, чтобы сохранялись в хорошем состоянии. Люблю мыть руки вот таким вот мылом жидким. Ну и еще я взяла биогель для очищения туалета. Хвойный запах. Очень хорошенькое. Тоже сегодня у меня при уборке это все закончилось. И я взяла вот заказала заранее уже. Ну и новый каталог. Он уже идет на... Этот каталог номер 1 уже идет на период с 27 декабря. И там по какой... Января. В общем, такой вот новенький симпатичный каталожик. Ну вот и все, мои хорошие. Показала я вам свой заказик. И все. На этом я, по-моему, все закончила на сегодняшний день. Сегодня очень длинный. Мне показался день. Сделала больше дел, чем планировала вообще на самом деле. Ну, это хорошо, это правильно и это полезно, потому что это зарядка, девочки. Это физкультура для здоровья нужна. Вот. В общем, пишите комментарии, что вас там заинтересовало, какие у вас вопросы. Кстати говоря, я сегодня прочитала комментарий под видео там, где я про мультиварку рассказывала. И у меня там два вопроса стоит, какая у вас мультиварка. Девочки, я там просто коротко ответила, что у меня мультикухня Redmond. Но вообще, если кого-то интересует эта модель, я снимала обзор. Посмотрите у меня, найдите обзор где-то в плейлистах. Есть плейлист, по-моему, по запросу подписчиков. И там полностью прям подробный обзор про эту мультикухню. Ну, в небольшой функции, потому что там еще поднимается тын, можно ставить там специальная маленькая сковородка есть, и на ней можно еще и жарить. Но все равно, ну, она жарит получше, чем просто мультиповар. Но все равно там не так прям поджаривает сильно, как на плите. Вот. И поэтому я сковородкой, ну, пока не пользуюсь, в этом нет необходимости. Когда у меня печка работала раньше плохо, то тогда я пользовалась ей, в общем-то, нормально. Там она небольшая, но небольшое количество можно еды приготовить. Все на этом, девочки, заканчиваю точно. Я там уже, наверное, наснимала длиннющее видео. Завтра буду полдня сидеть его монтировать. Вот. Поэтому я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан, обязательно. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok